Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте, Мария. Очень рады видеть вас в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить о реформе здравоохранения в Одинцовском городском округе и о том, как продвигается объединение лечебных учреждений. Да, добрый день еще раз. Мы сейчас завершаем второй этап реорганизации. Как вы знаете, мы прошли первый этап реорганизации в декабре 2020 года. Тогда в областную больницу у нас влились, получается, старая Одинцовская ЦРБ, старое название, районная больница номер 2, районная больница номер 3 и Занегородская филиал. Занегородская больница. Сейчас они являются филиалами нашей Одинцовской областной больницы. Также сейчас у нас будет тверда преорганизации. Он у нас завершится к 1 ноября. Мы так планируем по нашей дорожной карте. Сейчас к первому этапу к нам вливается с 1 октября КЦВ «МИР». Это бывшая 45-я больница московского подчинения. Сейчас она уже находится в подчинении Московской области. Сейчас она находится ковидный стационар на 560 коек. И, соответственно, мы сейчас его присоединяем с 1 октября. И потом с 1 ноября уже остальные юридисты, которые находятся в Одинцовском городском округе. Это Галининская поликлиника, это Ешовская амбулатория и поликлиника номер 3. Все-таки какие преимущества получает Одинцовская областная больница за счет присоединения крупнейших лечебных учреждений округа? Если говорить о плюсах. Я думаю, что плюс получают, в первую очередь, наши жители. Потому что у нас не будет больше деления по территориальному признаку, по признаку прикрепления. Соответственно, человек из Голицына, там, либо из Ешова, может ли в любой момент приехать к нам сюда, в нашу областную больницу, в нашу поликлинику, в нашу первую. Где есть все необходимые специалисты, где есть все необходимые обследования. Где нет проблем с МРТ, СКТ. И, соответственно, можно будет записаться и сделать по тети обследования. Что касается для юрлица, в чем плюсы? Во-первых, это будет экономия средств, потому что мы будем уменьшать количество административного персонала. У нас будет уменьшаться именно количество управленцев. Количество прочего персонала будет уменьшаться. Тем самым у нас высвобождаются свободные деньги. И, соответственно, можно будет закупать какие-то лекарственные препараты, которые мы сейчас не можем себе позволить. Расходные материалы. Соответственно, прилегать на работу новых специалистов из арчебного состава. Тем самым, конечно, будет такая консолидация бюджета. И плюс в том, что у нас будут более объемные закупки. Это и питание, это и расходные материалы, это и охрана. Тем самым, конечно же, будет на торгах более значимое понижение. Когда мы крупные, то большим компаниям будет интересно выходить с нами работать. Все-таки, Андрей Васильевич, как будет осуществляться маршрутизация пациентов и не приведет ли это объединение к тому, что в Одинцово появятся очереди? И записаться к тем или иным узким специалистам станет гораздо сложно, потому что количество пациентов увеличится в разы. Нет, сейчас же эти пациенты получают, они также получают помощь у нас, только у нас потом происходят горизонтальные расчеты. Либо, соответственно, эти пациенты уходят в Москву, это уходящий поток. Думаю, что для пациентов это будет только большой плюс. Очереди у нас больше не станут. Наша поликлиника, она заявлена с мощностью с профицитом. Наша поликлиника первая, она на 1500 решений в смену. Поликлиника уже, как это было ранее, это КТЦ, то есть это диагностический центр крупнейший, с новейшим оборудованием. Да, крупнейший в Московской области, да, со своим собственным ЦАОПом, с большой диагностической базой, со центром лучевой диагностики и так далее. С травмпунктом находится в поликлинике. Конечно же, эта поликлиника сможет, соответственно, у нас есть ресурсы, чтобы это население к себе привлечь и оказать ему адекватную медицинскую помощь. Кроме того, мы, естественно, будем территорию тоже развивать. И это касается и Голицына, и Ершова, и третьей поликлиники. Это касается нашей филиалов Никольского, Звенигорода и так далее. То есть мы, естественно, улучшаем ситуацию по кадрам по этой территории. Допустим, если взять цифры, то только за эти сколько-восемь месяцев этого года мы прилили на работу больше ста врачей. Это суммарно, естественно, на поликлинике, на стационаре, но суммарно это больше ста. А чем же вы сейчас апеллируете, как удается специалистов все-таки привлекать именно на нашу территорию? Потому что близость к Москве, она создает достаточно высокую конкуренцию. И, конечно же, как-то нужно здесь лавировать. Ну, у нас зарплата сейчас стала более конкурентоспособной на рынке. Конечно, мы сейчас можем уже с Москвой в той или иной мере конкурировать. Во-вторых, у нас в Московской области интересная социальная программа. Такого нет ни в одном регионе России. Это программы и президентские, такие как земский доктор, это программы такие как губернаторские, это как социальная ипотека, которая выдается молодому сотруднику для покупки жилья. Это и программы главы, это служебное жилье, либо там компенсация найма за аренду жилья. Это все программы с работы, естественно, если человек нуждается в жилье, мы, естественно, по одной из этих программ его проводим, и он живет уже в своей квартире полноценно, и работает, соответственно, на благо жителей нашего городского округа. Если говорить про оборудование, то эти все территории, которые входят в состав муниципалитета, они будут также активно развиваться, как на сегодняшний момент развивается Одинцовская? Да, конечно. То есть мы, соответственно, не будем обделять. Мы сейчас, как вы видите, филиал Звенигородских присоединился, можно сказать, в первую организацию. И сейчас мы там планируем установку КТ, что в принципе для Звенигорода никогда этого не было. И вот сейчас у них примерно 3-4 месяцев будет свой полноценный аппарат КТ будет работать на жителей этого города Звенигорода. Плюс там будет травмпункт, потому что это будет привязано на КТ. Плюс там травмцентр повышается до первого уровня сразу при наличии КТ. Дальше это будет отделение на архиургии и так далее. То есть, естественно, мы на своей территории будем развивать. У нас не будет централизации какой-то помощи по Одинцову, чтобы именно вся помощь будет здесь оказана. Остальные филиалы будут идти по умолчанию. Или по второму сорту такого нас, естественно, не будет. Помощь будет оказываться, естественно, по территориальному признаку, чтобы максимально было доступно, максимально было близко к нашим жителям. То есть, чтобы человек из Звенигорода не ехал, допустим, в Одинцово или из Звенигорода не ехал в Одинцово. Максимально мы можем получить помощь у себя на местах. Но, естественно, будем делать центры, формировать, где сможем оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Такие центры, естественно, не нужны в каждом филиале. Они будут у нас централизованы. Часть будет на базе Перхушкова, часть на базе ЦРБ, часть на базе Завекровского филиала и так далее. И в этих центрах будет оказывать помощь уже по таким, скажем, по узким профилам, как честная лицевая хирургия, там центр головы и шеемы сейчас организовываем. Мы организовали РСЦ, у себя это реальный лицевый центр. Естественно, их не может быть много, потому что это штучный товар, и там нужны специалисты высокого класса, которые сейчас больница наша обеспечена. Тогда мы будем, конечно, помощь на себя привлекать именно по этим центрам. Если говорить про региональный сосудистый центр, который открылся в конце апреля этого года, уже за несколько месяцев проведено более 300 оперативных вмешательств. Насколько эффективно, насколько вы получаете положительный отклик от пациентов, безусловно? Потому что сейчас время того самого золотого часа резко сократилось для жителей муниципалитета. Центр был очень нужен давно. Еще в свое время, когда Голгорьевна была Месикевича, Галифсанна, этот центр был мечтой, потому что наши жители уехали в другие регионы, в соответственно, Московской области, либо в Москву на лечение, а это уже теряется время на дорогу, на транспортировку, соответственно, ухудшает состояние пациента. Инфаркт, инсульт, это то, где время буквально дорога каждой секунды. И поэтому центр был необходим. И вот сейчас уже по программе губернатора был ремонт сделан, было закуплено дорогостоящие оборудования для эндохирургии. Это сейчас все готово, все работает. И, как вы скажете, что мы с апреля месяца, за 4 месяца уже больше 300 пациентов пролечили. Это, конечно же, спасенные жизни. Мы перестроили полностью работу нашего отделения реанимации. Сейчас мы делаем ремонт на первом отделе, на первом этаже. И у нас там будет отдельная реанимация для больных, которые нуждают именно лечение в этом сосудистом центре. Плюс мы сейчас централизовали у себя всю службу диагностики, службу эндохирургии, службу кардиологии, неврологии, чтобы она была под одним руководством. У нас есть руководитель центра, фамилия Упадалка. Соответственно, нужно курируть всю эту службу, чтобы, во-первых, наши пациенты вовремя получили помощь. Были только не экстренные, даже плановые исследования, плановые операции. И чтобы потом после операции люди наблюдали уже в поликлиниках, помещались уже кардиологи, либо кабинеты ХСН, либо терапевты. То есть тут нужно замкнуть полный цикл. И на этапе диагностики, и на этапе потом уже реабилитации, после шунтирования, после синтирования. То есть такие вот моменты, они, конечно, должны быть. Это очень важно, и это спасает жизни. Андрей Васильевич, но вот все-таки возможность открывать новые отделения, возможность развивать те или иные направления, они появились как раз-таки после объединения и старта реформы здравоохранения округа? Конечно. Конечно, когда мы укрепнились, и сейчас мы имеем статус в областной больнице, конечно, все изменения, которые сейчас идут, они идут при полной поддержке главы нашего городского округа, при полной поддержке Минздрава. Мы сейчас, говорю, мы открыли уже много центров. Я уже вам сказал, сейчас региональные центры мы открыли. Мы открыли отделение гематологии 1-го Московской области. Это тоже успешно работает, уже больше 50 детей. Мы прошли, провели лечение уже за эти, получается, чуть меньше года. Потом она сейчас открывается центр головы и шеи на базе Перхушкова. Это будет и через лицевая хирургия объединена в один центр, плюс онкология, которая будет связана именно с центром головы и шеи, плюс нейрохирургия, плюс лор, плюс офтальмология. Это все будет объединено в рамках одного центра. Естественно, уровень оказания помощи резко вырастет. Дальше у нас сейчас, дальше открывается центр ЭКМО, потому что по ЭКМО мы сейчас являемся единственной в Московской области. У кого есть аппарат ЭКМО, который занимается, как вы знаете, ну это, можно сказать, искусственные легкие. Это когда мы замещаем пациенту искусственные легкие, замещаем сердце, и пациент, соответственно, живет какое-то время на нашем аппарате, пока его функции, его сердце легких не восстановится. У нас какой-то центр сейчас сформирован уже. Мы сейчас, соответственно, наших жителей, в первую очередь, конечно же, и всю Московскую область, оказываем помощь по профилю ЭКМО, в том числе по ГОВИДу мы работаем, по ЭКМО тоже. Но сейчас, когда КОВИД, эта история закончится, это, конечно же, тяжелое заболевание легких, это тяжелое заболевание сердца, когда, соответственно, идет вопрос о такой жизнеспасающей операции. Все-таки идет ли речь, что на базе 45-й больницы, ну после того, как она будет переведена из статуса ковидного стационара, будет отделение реабилитации. Больницы по реабилитации именно таких пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, потому что сейчас в округе все-таки нет полноценных специализированных учреждений. У нас сейчас есть реабилитация на базе 45-й больницы, это, правда, проходит пока на территории города Москвы, это на севере Москвы отделение 20 коек находится, ну, оно принадлежит к ЦВМИР, соответственно, ну, находится в детальном городе Москве. Там сейчас может быть реабилитация, в том числе по пульмонологии. Конечно, 20 коек для городского украина будет очень мало. Поэтому, когда ковидная история закончится, мы надеемся, что она закончится довольно-таки быстро. У нас там 560-560-560 развернуто в КЦВМИР, который работает сейчас пока под ковид. Но в целом там больница имеет долгую историю, именно как пульмонологическая больница, как именно реабилитация, что сейчас очень актуально. Мы это все помним, знаем, мы недавно отмечали юбилей в больнице. Все кадры мы сохранили, естественно. Поэтому и сейчас, когда история все-таки с ковидом у нас закончится рано или поздно, мы там, конечно, будем заниматься полноценной реабилитацией. Конечно, это будет в первую очередь житель нашего городского округа, для Московской области, но и, соответственно, для всех других территорий потом. Потому что это сейчас будет востребованная реабилитация. А там есть и опыт, есть и подготовленные кадры. Конечно, это будет очень здорово. Если говорить о сроках, когда будет завершен второй этап и что будет дальше? Так, по срокам я уже сказал, что 1 октября – это присоединение КОЦВМИРОВ, и 1 ноября – это присоединение с них территории. Это уже Ершовок, я сказал, Голицына и третьей поликлиники. Дальше мы, соответственно, проводим реорганизацию, присоединяем к всей территории. Уже на 22-й год мы уже делаем, так скажем, консолидированный бюджет на все эти территории. Анализируем кадры и вопросы, соответственно, и встраиваем расшизацию пациентов. С какими проблемами, где они будут лечиться, соответственно. Если это, допустим, Голицына и Ершова нет врача, соответственно, это будет Одинцово. То есть я думаю, что когда мы будем уже объединимся, у нас будет большая общая, так скажем, дружная, так скажем, рабочая атмосфера. Там можно будет для пациентов проще будет. Не нужно будет ездить там из Перхушкова, допустим, Одинцово, если это врач есть в Голицыну. Хотя Голицына будет находиться ближе. То есть я думаю, что мы отдельно с вами соберемся, когда уже после организации, я думаю, планы подготовим, помощизация, специалистам, соберем проблемные вопросы, кто где бы хотел, какую помощь получать. И тогда уже, я думаю, что будем адресно эти проблемы решать. Андрей Васильевич, наступила осень, это значит, что неминуемо будут развития острых респираторных заболеваний. Готовы ли к этому врачи, больницы и когда начнется вакцинация против гриппа? Ну, у нас очень наступила, к сожалению, ковид, но сейчас будет небольшая волна, потому что у нас ковид тоже носит характер сезонного заболевания, так же, как и грипп. И я думаю, что сейчас грипп частично наложится с ковидом и будет небольшой рост и по ковиду, и по гриппу. Поэтому сейчас единственный способ, конечно же, это себя обезопасить, это вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. От ковида вакцинация сейчас стартовала еще в январе и продолжается по настоящий день. Поэтому приглашаю, вернее, не в январе, а в октябре я сейчас стартовала. Поэтому все-таки приглашаю тех, кто еще не привез, или кому положено, поскольку, например, вакцинация от ковида, протеревакцинацию. А примерно 10 сентября мы планируем начать вакцинацию уже от гриппа. И также мы об этом сообщим, соответственно, через наши источники информации в больнице, это и соцсети, и сайт. И лучше в этом году привиться и от гриппа, и от ковида полноценно, чтобы уже себя защитить от этих вот всех сезонных заболеваний. Вакцина уже получена? Вакцина уже получена. Сколько доз? Сколько вы планируете привить? Получили больше 200 тысяч доз. На Витековского оккурс, соответственно, привем все взрослое население, готово привить. Ну, взрослое и детское население, да? Ну, взрослое и детское население, да, соответственно, это больше 200 тысяч доз. Приемы и детское взрослое население, вакцины, если детское и взрослое, соответственно, в полном количестве, это также наши все поликлиники, будут амбулатории, детская поликлиника, будут участвовать в вакцинации. Поэтому я думаю, что это у нас проводится каждый год, уже последние лет 10, поэтому приходите, естественно, получайте вакцинацию. Будет ли в этом году задействован, как и обычно, передвижной ФАП в центре города Одинцова, который ежегодно, на базе которого проводилась прививка против гриппа? Конечно, конечно, наш ФАП, наш, да, тоже знаковый такой у нас для больницы, для города мероприятий. Мы, естественно, будем наш ФАП выставлять на всех значимых точках мероприятий, на мероприятиях. Это и центр города Одинцова будет у нас, естественно, по выходным. Плюс, я думаю, что парки мы сейчас тоже будем охватывать. Сейчас ФАП встал уже не один, а три, потому что у нас есть еще и ФАП, из Двениграда есть ФАП, есть ФАП из Ершова. Я думаю, что мы будем охватывать, конечно, население максимально старше, потому что все ФАПы работали, выезжали, и вакцинация будет проведена, скажем, в три руки уже, не в одну, как это было ранее. Что бы Вы пожелали в завершении нашей программы всем нашим телезрителям? Ну, я думаю, что еще раз к теме вакцинации хочу вернуться. Тема вакцинации – это самое сейчас главное, самое значимое для жителей городского округа. Надо сейчас вакцинироваться, начать с ковида, потом продолжить гриппом обязательно, и тогда Вы будете, думаю, что здоровы, и проблем со здоровьем быть не должно. А все, что нужно, будет, конечно, наша больница готова делать для Вас все в полном объеме. Спасибо Вам за интересную актуальную беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Спонсор программы «Формула здоровья» – сеть аптек Ваша номер один. Хорошая аптека. Потому что Ваша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok